Примерно 1 марта, наверное, в соседний двор через дорогу, это метров 200, слетела бомба так ужасно, что меня в кровати аж подпрыгнуло. Из того дома, я не знаю, сколько человек выжило, но меньше, наверное, чем полдома, они прибежали к нам, мы их тоже расстелили в подвале. Примерно с этого времени мы все старались, конечно, жить в подвале. Был открыт садик, потому что там была вода. Вода – это самая большая проблема, самая огромная проблема, потому что бывали дни, когда выпадал снег, это очень хорошие дни для нас были. Во-первых, мороз нам не давал на балконах замерзнуть продуктами. Вода искалась везде, повсюду. Все было уже открыто, все было уже абсолютно разворовано, ничего абсолютно не работало, деньги потеряли смысл вообще. То есть за них ничего невозможно было купить. Люди тянули с магазина все, что угодно, вообще все, что угодно. И садик открывался, детские матрасы носились в подвал, чтобы как-то людям можно было, потому что холодно, все равно был минус на дворе. Питьевая была, большой бак стоял, но она просто кран открывался, люди ведра набирали в баклажки, но она просто разносилась максимально, ручей не закрывался. То есть на выход, ну там час, два, три, я точно не знаю по времени, не скажу, все, и воды нет. В садике еще находились бойлеры, с них тоже откручивалась, сливалась вода, потому что ну какой-то чай закипятить, все готовилось на улице, потому что были дни, были дни, которые, ну вот пару точно, ну невозможно нос высунуть из подвала, потому что шарашить так, чайники стоят, а чайники стоят, мы только выглядываем, заглядываем, ба-бах, прям во дворе, где-то метров в десять, воронки огромные, дом трясется, в подвал трясется, волна даже в подвал приходит. Нос вытягиваешь, а чайники как стояли, так и стоят. И вот так вот резенько, дровишек если подкинуть, можно его забрать, закипятить чаем, сделать хоть приготовить чаю, потому что дети в подвалах маленькие, немытые, чешутся. Мы не знали, что делать с питанием. Там бывали такие моменты, что мы в Черамкуме раздавали людям по палке колбасы, там большая очередь, и военные стояли, чтобы не было вот этого мародерства жесткого. Люди бешено, конечно, хватали, бывало в воздух стреляли, предупреждали, ребята, сделайте очередь, ведите себя максимально культурно, ну как вы можете. И очень много людей подходило к военным и спрашивало, детское питание, потому что маленькие дети в подвалах. Естественно, трупы никто не забирает, ничего вообще не работает, никто не ездит. Уже в такой момент, это уже ближе, там, к пятому марту, ну примерно, я так точно не скажу. Мы трупы вынесли, у нас во дворе стоял такой суши-бар. Там тоже была вода, он тоже был вскрыт, вода забиралась, рыба забиралась, все там есть. Мы эти трупы принесли прямо туда. И в этом же, на четвертом этаже, на третьем этаже, мы еще зашли в ванну, и там висел человек. Он просто повесился, потому что он, видимо, многое потерял, я не знаю, и мы отнесли ее тоже туда. Вот нам пришла информация, где-то в соседнем подъезде, я не знаю, не скажу, где, да, женщина родила, или девушка, или женщина, я точно не знаю, как она родила, но сказали, все хорошо, малыш родился, кто принимал роды, и я понятия не имею. Утром было еще более-менее тихо, мы заварили чайку, выпал снег в Мариуполе, и у меня возле подъезда выросли подснежники, там их было пять штучек. У нас очень красивый двор был. Я срезал один подснежник и подарил девочке, которой я познакомился, собственно, в подвале. Самое большое мое потрясение, конечно, когда у меня сердце просто упало, это когда разбили мой театр. Там было очень много людей, там было невероятное количество людей. И все, я понял, что больше в этом городе оставаться ну никак нельзя. А театр каким образом разрушили? Бомба с неба? Да, это бомба с неба. Самолет? Да, это сто процентов. Мне передают там информацию, мол, там были кто-то из наших военных. Нет, у меня перед этим выехала моя кума, она тоже актриса, выехала в Бердянск чудом за день. Она ночевала там, там не было военных, там были просто гражданские люди, там были дети, старики, просто люди. И там такие развалы, их никто не разбирает, там просто разбирать некому. Я не знаю, сколько там людей. Я не знаю, сколько там людей. Я знаю, сколько там людей. Я знаю, сколько там людей. Я знаю, сколько там людей. Продолжение следует...